Свинина на процентов, наверное, 15 выросла, да? Взлетела в цене не только свинина. Из отчетов Алтай-Крайстата следует, что с начала мая в крае подорожали охлажденные мороженые куры почти на 40%. Бьет по карману покупателей и ценник на овощи, молочную продукцию и уже даже на хлеб. Люблю чаю попить с печенниками. Но, извините меня, цена такая, что мне лучше дешевле килограмм мяса купить. Так что это приходится. Супруга печет хорошо. Ну, на нее наседаю. Покупатель привычно ругает предпринимателей. Хотя, говорят эксперты, они от повышения цен не выигрывают. Снижается средний чек, люди меньше покупают. Поэтому даже им спокойнее, когда все стабильно. И цены в том числе. Подорожала же не просто так, потому что нам так захотелось, и мы ее так выставили. Она подорожала, потому что там поставщики нам подняли цены. Если касаемо что-то с беконом, промзабоем мяса, то там, получается, сколько-то комбинатов закрылось в Подмосковье, нам, естественно, с Солдатского края поехало мясо туда. Естественно, ценники поднялись. Наверное, это выгодно монополистам. Там нет конкуренции. И, по сути дела, монополист всегда может установить ту цену, которая ему выгодна, которую ему удалось защитить там, где происходит регулирование. В какой-то степени это повышение тарифов естественных монополий выгодно и государству, потому что это приводит к росту отчислений налогов от естественных монополий. И, конечно, государству легче контролировать одного крупного налогоплательщика, чем тысячи более мелких тех же предпринимателей. Возвращаясь к среднему чеку, покупатели признаются, что постепенно отказываются от тех продуктов, которые не являются базовыми. Ну, мы в основном что берем? Молочные продукты, яйца, хлеб тоже подорожал. Я раньше могла позволить себе колбаску, что-то, какие-то копчености. Теперь я не могу это купить. Колбаса очень дорогая. Да, помаленьку все берем. Куда деваться-то? Как не замечали, на сколько ваш средний чек увеличился? Ну, примерно так, ну, на сколько, ну, примерно на тысячу вот так вот. Все это закономерность того, что происходит вокруг. Причины разные. Транслируются в стоимость продукта и высокий доллар, и взлетевшие цены на транспортную логистику. Сегодня в товарах сохраняется высокая доля импортной составляющей. Это касается практически всего, в том числе и продуктов питания, которое зависит от удобрений, запасных частей для техники и не только. Эксперты немного успокаивают. Все жизненно необходимое на прилавках будет. А чтобы все это дошло еще и до холодильников людей, вот это уже проблема, над которой придется серьезно задуматься. Работать над тем, чтобы и росли доходы граждан, и доступность товаров сохранялась, это, на мой взгляд, такой самый сложный и щепетильный вопрос сегодняшней экономической ситуации. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...